Мы с вами находимся в импровизированном таком медицинском центре. На сборах всегда обычно уделяется очень большое внимание восстановлению. Это не только лечение ребят, которые травмировались и по разным причинам пропускают тренировки. Это и футболисты, которые приходят сюда для профилактики, для того, чтобы восстановиться. Потому что сборы – это тяжелые нагрузки, это двухразовые тренировки. Это психологически тяжело, не только физически. Но используется, мы стараемся использовать все современные методы, которые возможны в таких условиях полевых, скажем так, работы. Это и прессотерапия, и криотерапия, аппараты миостимуляции. Но самое главное – это золотые руки наших массажистов, без которых невозможно. Которые создают уют в этом центре, которые находят какие-то слова поддержки иногда. И просто даже одним своим присутствием вселяют уверенность ребят. Это, конечно, наш доктор, который руководит всем этим процессом. Ну, то есть нормальная рабочая обстановка. Так, наверное, в большинстве клубов происходит из года в год, из сезона в сезон. Футболисты уже знают. И я хочу сказать, что вообще медицинский штаб – это ведь работники, которые раньше всех, наверное, встают и позже всех ложатся на сборах. Потому что у них действительно ненормированный рабочий день. Они работают, невзирая ни на какие регламенты, распорядки и прочее. Когда нужно оказывать помощь, тогда оказывают. Когда нужно восстанавливать, тогда и восстанавливают футболистов. Ну, в общем, все в таком вот рабочем режиме происходит. И, наверное, благодаря тому, что люди ответственно относятся к выполнению своих обязанностей, наверное, благодаря этому, я надеюсь, хоть какую-то частичку мы вносим в общее дело клубное. Оборудование связано, в основном направлено на восстановление прессотерапии. Это современные средства, которые позволяют делать лимфодренажный массаж с использованием аппаратных методов. Это аппараты криотерапии, так называемые. Не буду называть производителя, чтобы не рекламировать его лишний раз. Но это всем известно в современном спорте, в профессиональном. Давно уже применяются методики охлаждения и компрессии одновременно. Много есть, как бы, разных режимов работы у этой аппаратуры. Есть еще и другие аппараты, которые позволяют проводить миостимуляцию, электромиостимуляцию мышц. Но, повторюсь, что самое главное – это все-таки руки, знания, опыт и подход. Продолжение следует...